Ну, во-первых, я хочу поздравить свою нагрузку с персональным разником, наверное, какого проникса этим чувством и проникса, кажется, подарок. Что касается самой игры, то иначе она будет очень серьезно организационной программой. Мы в течение 30 часов добирались до Кустаная, и, наверное, это самый негативный момент сказалось о психологическом состоянии. Парадокс первого такта заключается в том, что хозяева имели неоспоримое территориальное преимущество, забитого гола, но он не явился следствием игры. Команда соперников появилась результатом грубейшей ошибки нашего враталя. Редко увидишь, когда мячи набиваются, и забокал в линии, что и произошло в этом, я считаю, в курьезном случае. После этого сразу мы имели стопроцентный шанс, но на стороне хозяев в перекладине, я, к сожалению, отскочил независимое в поле. В целом, первый танк, я считаю, что за исключением этих первых 16 минут прошел главный бой, то территориальное преимущество, которое имели хозяева, оно не приводило к голевым ситуациям. Хозяева не создали ни одной голевой ситуации. Были прострелы, но они были неточны, и все были выиграны практически нашими защитниками. Что касается второй половины, мы как и ожидали, соперник играл уже по щупке, играли на контактах, играли и владели на чем на счет, но лучше, чем в первом танке. Но, к сожалению, до реального сброса делу не дошло. Я считаю, что соперник использовал, во-первых, трикошет, в результате которого мы получили второй был выигран, команда уже развалилась. Я считаю, что победа хозяевна заслужена, хотя, конечно, все проблемы, которые есть, хозяевны и людьми предстоит и предстоит очень сложная задача пропасть в шестой. Мы, к сожалению, опять в очередной раз продемонстрировали слабую круглую атаку, а без грабов не бывает. У нас осталось пять игр, причем очень сложно. Нам предстоит очень много работы для того, чтобы научиться со здоровьем. Вопрос есть у нас? С чем связана замена Янга? Ну, он откровенно стоял, и когда игрок стоит от него около 10 метров, мы перехватывали передачу, которая идет ему, а он там любуется на свою шуму, это не может еще называть раздражение. Я ему дал 20 минут, но он практически простоял, откровенно демонстрировал свои леготонные скобереты, хотя уверял всех, и вся, кто он будет биться, что он будет сражаться. Может быть, у их понимания это и так и выглядит, но меня это не устраивает. Сказалось, конечно, и отсутствие передачи, потому что те замечания, которые я сделал в трерыве, они не дошли до наших регионеров, но просто по причине, наверное, те игроки, которые владеют английскими, у меня они недостаточно квалифицированы в этом плане, и действовали абсолютно не для каких-то требований. Еще раз есть. Да, разрешите. Скажите, пожалуйста, Восток практически единственная команда в приливе Великой Казахстана, которая не проводит никакой активности в период трансферного окна. С чем это связано? Да, наверное, с тем, с чем я обживаю, как у нас на это средство. Поэтому мы так пассивны. Обе денег никто не хочет играть. Само собой. И не предвидится каких-то приобретений? Я думаю, что нет. Может быть, кто там по каким-то причинам не подойдет так, и ему не будет места, может быть, в последний момент. Но я не думаю, что это будут квалифицированные футболисты, которые смогут быть лучше тех, которые сегодня есть. Поэтому я думаю, что мы будем заканчивать чемпионат этим составом. К сожалению, мы пока ослабим. Сейчас у нас цикарный защитник уезжает на Золотой Другой Другой Америке. Там как правы, и Бак, 17-й номер, у нас его на тропедниках уже сильно, как Сменинска, тоже отправляются на лечение. Здоровший человек, хранит чужую, только в августе перестал играть. Поэтому мы будем выходить за тем, что есть. Добрый вечер, Дмитрий Беремович. Здравствуйте, у нас. Что касается матча, конечно же, дождались, ждали все хорошую, агрессивную игру, которая превратится в реализованные моменты и принесет нам победу. Раз, и второй момент удачный, что сыграли на ноль, не пропустив. Вся команда играла агрессивно. Вот это начало было агрессивно, нужно было реализовывать в эти моменты, и сразу легче было играть. Немножко первый тайм, концов и начало второго. Такая небольшая последняя концентрация, но хорошо, что реализовали второй гол, забили, уже третий сам зашел в ворота и играли по счету. Все получалось, фланги хорошо работали, середина хорошо помогала. Я думаю, что мы по правде слушали эту победу. Хотя, нужно сказать, что у Востока очень хорошо организованная команда. Забили у игроков в центре поля, большое количество обороняющих, но очень хорошо выходит в атаку. Но мы не дали этого, сумели предотвращать сразу в корне, не давая разгоняться игрокам в атаке. Но были такие моменты у Востока. В одном, прошу, что вы получили сыграть футболы. Я думаю, заслуженное победу. Что-то было. Вопрос есть у нас? Тимон Шевенович, прокомментируйте, пожалуйста, как удалось вписаться в игру Александру Севестровичу Алмоне. Вписался хорошо. Большое желание было в него пойти сегодня играть. Я думаю, это и желание, и качество было сопоставимо. То есть, хорошо вошел в игру, обострял. Немножко не хватает физически. Она все играет. Еще. А вот насчет реализации моментов. Всего-то все равно моментов было таких 90-процентных, побольше. Все равно какая-то проблема существует? Или это расслабились после ЗВК Голубу? Нет, ну это футбол. Нельзя реализовывать. Ни одна команда не реализовывается, если 100-процентные моменты. То есть, мы создали много моментов, три голоса гибели, считаются хорошим результатом. Процент хороший. Еще вопрос, Антон? У вас есть? Тогда пожелаем удачи. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...